Дворец Пусловский, хловно замок, возвышается на холме. Шедевр английской неоготики постоянно притягивает туристов. Но куда интереснее тайны и легенды империи Пусловских? Отправимся в прошлое и раскроем все секреты. Рыцерская греза, алмаз Брещины, как только не называют эту роскошь. А началось все благодаря предприимчивому графу Войцеху Пусловскому. В 1821 он приобретает эти земли, облагораживает и передает в добрые руки сына Вандолина. Именно он воплотил дворцовую мечту к середине 19 века. Интересно, что дворянский род был исключением из правил и совершил промышленную революцию. Кто такие Пусловские и на чем они построили свой бизнес? Начали заниматься предпринимательством. Для шляхты это считалось не шляхетным занятием. Пусловский начинает с открытия ткацких и суконных фабрик. На своей мануфактуре привозят паровые двигатели в Холмс и Косово. Второй источник дохода – это недвижимость. И говоря, наверное, современным языком, Пусловский, Войтих Пусловский был талантливым девелопером. Он скупал за бесценок имение шляхты. Третьим источником их дохода – это был антиквариат. И действительно, их коллекция насчитывала достаточно неплохую библиотеку, собрание антикварных вещей. И, собственно, глядя на самого Войтиха Пусловского, классический портрет под поясом и шикарнейшим слудским поясом, своеобразная дань уважения тем шляхетным традициям. Автором фантастического ансамбля стал Франтишек Ящелт. Позже присоединился Владислав Маркони. Витражи переливались, как калейдоскоп. Башни символизировали 12 месяцев года. Причем центральные олицетворяли хлебный сезон с мая по август. И все же двух башен вы не досчитаетесь. Они находились на въездных воротах, которые не пощадило время. Как и живописный парк в английском стиле. Сладкий аромат источали 150 экзотов. От прекрасной эпохи остались лишь эти лиственницы. Они помнят шуршащие платья светской публики. На баллах были замечены писательница Элиза Ажешко, художник Наполеон Орда и многие другие. На самом деле выход был в парк, а главный вход находился с другой стороны. Когда люди поднимались, они касались стены, а там были внутри голосники. И была такая своеобразная музыка. Можно сказать, что у них был звонок. Поэтому они всегда были в курсе, когда к ним ходили во дворец гости. Видите, какой ноу-хау. В одном из бальных залов был не обычный пол, а аквариум. И помимо того, что там можно было потанцевать на этом поле, можно было еще посмотреть на всяких экзотических рыбок. Ну, правда это или нет, как-то неизвестно, да и не верится. Но про бабки местных жителей очень настойчиво рассказывали, что они приезжали мыть этот аквариум. Косовские интерьеры – отдельная песня. В белом зале по взмаху дирижера фарсили на паркете. В черном дымили и играли в покер. В розовом музыцировали. В голубом припудривали носик балу. Благодаря системе коридоров и расположению окон, два с половиной дня в году солнце полностью заливало одну из комнат. Тогда хозяева праздновали от души. Это бальный зал. Он выполнен в стиле классицизма. Как раз таки в 19 веке вновь возвращается любовь к древнегреческой мифологии. На стенах за вами располагается изображение восьми древнегреческих мус. На противоположной стене расположено изображение древнегреческого бога Гефеста, бога Кузнечества, и древнегреческой богини войны Афины. Над камином располагается достаточно символично древнегреческий бог Аполлон, бог Солнца. Вся красота – детище реставрации. Второй этаж ожидает премьера в 2023-м. Но уже действуют пять экспозиционных комнат, гостиниц, ресторан и колоритный музей утюгов. А ситуация была более чем плачевная. В Первую мировую мебель вывезли в Германию. В польские времена устроили школы пчеловодов. В 1944-м случился страшный пожар, и жемчужина долгое время была в запустении, и лишь в 1995-м памятник становится под охрану. Но, что удивительно, крах империи начали свои. Внук Леон проиграл родовое гнездо в карты. В целом этот дворец у него выкупает московский купец Александров, который выкупает его за 700 тысяч российских рублей. Чтобы перевести в нынешний эквивалент, за 5 российских рублей на тот момент можно было купить целую корову. Он долго здесь не засиживается, он начинает перепродавать дворец, он перепродает отдельно сам дворец, отдельно всю мебель, отдельно все прилегающие территории. И он удваивает вложенную сумму, получая 1 миллион 400 тысяч российских рублей. На кончиках бархатных штор возрождение удалось на славу. Резные комоды, столовые сервизы, все собирали по крупицам из 18-19 века, чтобы воссоздать атмосферу. Интересно, что дамы обедали отдельно от кавалеров, и были две столовые. Негоже было леди приобщать к азартным играм и табаку. Каждый предмет здесь со своей биографией. Гиды покажут вам утюжок для шляп и уникальные часы с лунным календарем, где цифра 4 еще изображена палочками. Турне по эпохе для вас. Секретарь — это такой небольшой шкафчик, где хранялась канцелярия, документы, бумаги. Когда хозяева когда-то уезжали, они брали с собой много карет, то есть налегке никуда не ездили. И такой шкафчик был удобен в работе при отъезде хозяина. Сейчас мы находимся в Эркере. Это такая комната, которая находится внутри башни дворца. Сам Эркер выполнен в стиле английской неоготики, как и весь дворец, как и, собственно, сам шкаф. Это голландский шкаф 18-19 века и называется замок. Замок сразу понятно, он выглядит так. Место окутано дымкой тайн до сих пор. Одна из легенд про подземный ход, который соединял косовский дворец, резиденция САПЕК в Ружанах. Говорят, такой широкий, что могли разъехаться две брички. Вот вам и метро 19 века. Хотите верьте, хотите нет, но был у Пусловских и надежный охранник, настоящий лев. Его выпускали ночью, он бродил по территории, кушал незадачливых воришек или просто людей, которые случайно оказались ночью у Пусловских. А если ночью он не поужинал, утром у слуги было две задачи. Первая – загнать льва в клетку. Вторая – не стать его завтраком. Если он не справлялся, то у Пусловских появлялась новая вакансия. Один раз, когда приезжали гости сюда на бал, один из знатных гостей позвал к себе служанку. Она ему отказала, и потом где-то к вечеру он опять ее позвал. Та опять отказала, и в принципе больше эту служанку не видели. Есть мнение, что этот гость ее убил. И она мстится тем, что в основном пугаяла самих гостей, превратившись в призрака. В основном она бродит по коридорам и залам дворца, и просто ходит. Она в основном в белом полностью, прозрачно говорили. Ты отказала мне, зараза, вот, пожалуйста. Да, есть такое. Да. Новые путешествия ровно через неделю. Вместе найдем тропинки к этой осени и идеальным выходным. Анастасия Макеева, Анжелика Исаения, Ольга Бабарека. Новое утро.